приветствую всех тут у меня случилась беда еду на полных оборотах можно сказать на круизе контроле не знаю что случилось нажал чуть резче два раза два раза на педальку газа и машина понеслась то есть вернее мотор начал разрываться от оборотов не знаю что случилось останавливается как-то не хочется на улице минус 20 еду пока на круизе напоминаю что я еду на пассате в третьем надо как-то доехать домой и там уже разбираться напоминаю на улице минус 20 это не хочется разбираться именно на дороге там где если что мало мне кто поможет приеду домой уже буду разбираться в чем проблема что случилось обязательно подключу сканер диагностический и буду смотреть что случилось приветствую вас на своем канале дождался я рассвета и решил поискать проблему почему были такие большие обороты на этом по сайте бы третьем подключили мои фишки вернее диагностический наш сканер кнопку включаем зажигание и нам нужно продиагностировать убираем всякие звуки отключаем печки чтобы нам ничего не мешало включаем нашего ваську диагност и будем искать ошибки надеюсь нам что-нибудь покажет этот сканер и мы без проблем найдем причину естественно ее будем устранять ну и так скандер наш подключается к автомобилю кружится наш кружочек идет подключение так моно 18 все подключилось так нужно нажать коды неисправности ошибка у нас только одна стандартная так как наш двигатель не заведен удаляем ошибки на всякий случай все это дело сохраняем короче у нас ошибок нет а это уже очень плохо так как вручную нам очень сложно будет найти почему наш автомобиль набирает такие обороты может все-таки после сброса ошибок автомобиль начнет более менее нормально работать мы посмотрим заведем как мы слышим обороты за большие но уже полегче все-таки полегче да да нифига не полегче они опять начали расти если слышно этому очень хорошо слышно так попробую сделать сброс ошибок и вообще продиагностировать уже на рабочем двигателе вдруг что поменяется нужно все проверить чем что-то уже идти ломать и крышить так подключился наш ноутбук к автомобилю и у нас ошибок 0 но мы все равно сделаем стереть ошибки сохраняем все но и как мы видим что нам пока ничего не помогает попробуем заглушить и снова завести автомобиле как вы и слышите все равно обороты очень большие я решил все-таки залезть под капот и попробовать разобраться первым делом опять же нам нужно открутить плюсовую клемму от аккумулятора дальше нам нужно подключать все фишки на всякий случай проверить их на целостность друг где контакт подгорел или окислился ну и так далее ну и при возможности нужно протестировать наши датчики вот таким мультиметром ну и конечно же поиздеваемся над датчиком холостого хода вот такой батарейки будем подключать к нашему датчику холостого хода данную батарейку от телефона fly вроде бы так называется чтобы проверить рабочий он или нет не знаю конечно получится ли это все у меня хорошо снять но делать надо по-любому так что извиняйте здесь и где-то что-то было не видно или непонятно обязательно пишите в комментарии я че что отвечу данном этапе мы проверяем на работоспособность самого моторчика сигналы есть значит моторчик рабочий типа рабочий возможно он заклинивший или еще что-нибудь я все-таки грешу что дело датчики холостого хода так что наш датчик попал на разборку будем его диагностировать тестировать возможно снимать так что если кому интересно продолжайте смотреть чтобы было бы поудобнее диагностировать наш датчик холостого хода нужно открутить воздухом верхнюю крышку моника так воздухом мы сняли осталось у нас только сверху фильтр грязный ну и чтобы правильно диагностировать нас датчик нужно сначала оттянуть наш тросик газовый на максимальное значение ну и будем подключать нашу батарейку fly не fly к нашему датчику холостого хода да кстати батарейка должна быть полностью заражена 42 вольта не забываем так сначала мы подключаем минус это получается на вторую сверху клемму и на самую верхнюю мы подключаем плюс и наш датчик должен заработать хоть какую-то сторону нам хотя бы нужно узнать он вообще двигается или нет и наоборот поменяем клеммы он что он должен задвигаться и выдвигаться так что вроде бы движение есть на камеры вроде бы не слышно что он работает и не видно кстати но он работает да услышно пошло движение все отлично вроде бы как сейчас нам нужно чтобы он задвинулся в себя это значит нам нужно подключить минус на нижнюю клемму то есть вторую сверху а плюс на самую верхнюю и наш датчик должен задвинуться в себя полностью и тогда отключаем нашу батарейку и уже в таком положении можно проверять наши зазоры естественно с чупом но перед этим мы проверим наш концевик на работоспособность то есть на нажатие должны контакты замыкаться неудобно но как-нибудь мы все-таки проверим проверить наш концевик на работоспособность на нашем датчике холостового хода нужно на тестере поставить прозвон и наши шупа от тестера вернее мультиметра нужно присоединить к двум нижним контактам если при нажатии на концевик наш мультиметр зазвонит значит все отлично у нас работает ну вот мы все-таки попали и пробуем нажимать на наш концовик и слышим звучание значит наш концовик работает все отлично ну а дальше нам нужно проверить зазоры вот этим шупом так метка у нас идет 45 и 50 45 не должно звонить 50 уже должно звонить так освобождаем наш тросик и дальше нам нужно снять крышку с моника чтобы нам было удобней доставать и замерять естественно возьмем трещоточный ключ головку на 10 и начнем разбирать ну и конечно же ускорим наш процесс и Продолжение следует... Неудобно, конечно, но мы все-таки добыли эту крышку, которая стояла на нашем Монике. Под крышкой у нас, как всегда, много масла. Оно так и надо. А вот наш и нюанс. Который, возможно, сыграл роль на большие обороты. Наш Моник практически весь обледенел. Откуда там вода? В принципе, понятно. Пары ментола и эвкалипта, которые и шли с двигателя, осели на нашем Монику. Вот видите, какие льдины. Не только по кругу, но и внутри. Почему-то все обледенело. Даже наш датчик, который стоит внутри, который нюхает воздух, он тоже сверху обледенел. И это все дело мы трапочкой протрем, оботрем. И, возможно, наш Моник уже будет работать. Хочу повториться, так как наш датчик, который стоит на Монику, который меряет температуру воздуха, был тоже обледенел. И мы эти леды все, весь, короче, лед мы уберем. Сделаем все-таки замеры на нашем датчике холостого хода. И, я думаю, если все будет хорошо, мы начнем его собирать и будем снова проверять, заводить. Подключаем наш мультиметр к двум нижним контактам. Уключаем на короткое наш мультиметр. И будем уже проверять наши зазоры. Так, попробуем на работоспособность. Зазвенит или нет. Так, зазвенел. Звенит, значит, работает. Осталось только отрегулировать, если он плохо отрегулирован. Ну, а сейчас смотрим, что у нас на 50. Он сигналит, значит, здесь пока все хорошо. Но сейчас мы проверяем 45-кой. И, как вы видите, сигнала нет. Все отлично. Значит, датчик был рабочий, хорошо отрегулирован. Возможно, дело все-таки было в этом льду. Но мы опять же будем собирать и все проверять. Кстати, нашли еще один нюанс. Сейчас мы натянули вот нашу заслонку. Открыли полностью. И через заслонку увидели, что наша подушка немножко повреждена. Так что есть вероятность, что у нас большие обороты из-за того, что подсасывает воздух. Но это мы все проверим, когда соберем. Проверяем на работоспособность нашу подушку. Если мы ее подвигаем и обороты будут уменьшаться или увеличиться, значит, дело было подушки. Если нет, значит, подушка у нас рабочая. Короче, собрали мы полностью наш моник. Завели наш автомобиль. Автомобиль наш прогревается. Все отлично, спокойно. Не парит, не парит, не гудит. Обороты все окей. Пора делать выводы. За того, что наш моник был во льду, вот за это получается что-то не так. Считывал датчик температуры воздуха, который стоит в самом монике. Вот за этого всего у нас, получается, были и большие обороты. А что вы, кстати, сами думаете по этому поводу? Возможно ли из-за датчика температуры воздуха быть такие большие обороты? Обороты были за 2000, это 100%. Ну что, пробуем прокатиться. Едет автомобиль ровно, спокойно, уже никуда не рвет. Как изначально начинали это видео. Машина неслась на пятой передаче. Ужасно, я даже не нажимал на педальку газа. Ну, в принципе, ура. Автомобиль наш в строю. Работает отлично. Так что, делайте выводы сами. И пишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Да, я думаю, не только мне. Всем пока-пока и всего хорошего. Если вам понравился данный видеоролик, нажмите подписаться и поставьте колокольчик на все уведомления. А также поставьте лайк и не забудьте поделиться данным видеороликом со своими друзьями в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok